Это в основном такие, ну как сказать, подростки, да, люди, которые хотят как-то себя выразить, проявить в этом мире. И вот, видимо, здесь вот такая ассоциация силы, мощи. Ведь это же действительно была сильная империя в тот момент. И сам, кстати, вот Гитлер, пермациональный человек, очень яркий. Вот один из примеров того, как он стал таким лидером всего. Соответственно, за ним идут, за этой силой люди идут. И людям необходимо двигаться за какой-то силой. Вот находят что-то в этом, да, и начинают как бы вот туда идти. Но тут многое зависит все-таки, наверное, не наверное, от родителей, от людей взрослого поколения, которые как-то вкладывают, воспитывают своим примером, что вообще, ну, ценности, которые у нас есть. То есть развиться фашизм может или нет, на мой взгляд, все-таки этого не произойдет в нашей жизни. Потому что так вот, хоть история, говорят, повторяется, но уже, я думаю, что достаточно количество сознательных людей. И с каждым годом я лично это вижу, как все-таки тенденция к тому, чтобы вот люди задумываются вообще о смысле вот жизни, и того, что с нами происходит. Не только, что мы здесь для того, чтобы там, не знаю, получить образование, накормить себя и построить дом, и дальше там уже что-то, что-то еще для себя, а там уже, в общем-то, как трава не расти. Начинают задумываться о более глобальных вещах, которые, в общем-то, привносятся в эту жизнь что-то светлое, мощное, позитивное. Вот ради этого стоит действительно жить. И вот я думаю, что все-таки, ну так, верю в то, искренне, что как-то сознание наших людей, особенно в нашей стране, вряд ли мы допустим, да, вот такие вот, развитие такого масштаба вот таких вообще вещей, которые сейчас происходят как-то локально.